Ребят, есть такой канал CoinTV по Clash Royale. На канале уже 5800 подписчиков, люди подписываются, поддерживают. И автор обратился ко мне за помощью, чтобы я рассказал своим зрителям о существовании этого канала, чтобы они тоже перешли, заценили. На канале много разных видео, проводятся конкурсы, еще больше открытий сундуков, разные колоды, интересные моменты и прочее. Ребята, на 10 тысяч подписчиков автор обещал сделать очень крутой конкурс. Давайте поможем ему набрать эту цифру, обязательно подписывайтесь, ссылку на канал оставлю в описании. Пожалуйста, поддержите автора этого канала. Палач плюс шестой мега-рыцарь идут к главному зданию. Я победил? Пожалуйста. Детли трешка, сейчас посмотрим. Уже деку составить, с чем же играть? Я здесь победитель. Сейчас на вышку, сейчас на вышку сиганет. Смотрите. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. И, собственно говоря, я думаю, по кубкам вы уже видите, знаете, что сейчас будет происходить. Хотя вы, думаю, и по названию уже поняли, и превью. Значит, я буду сейчас играть мега-рыцарям шестого уровня. Слился я специально, потому что на высоких кубках там невозможно фаниться. Здесь у меня цель выпустить мега-рыцаря шестого уровня и попытаться как-то продержаться. Если выиграю, это будет вообще чудо. То есть у меня цель не выиграть, а чисто пофаниться. Собственно говоря, объясняю, кто не понял. У меня зеркало восьмого уровня. А зеркало восьмого уровня отзеркаливает легендарные карты на шестой уровень. Вот отсюда и появляется шестой мега-рыцарь. Я говорил, что я хочу пофаниться, сделать такую рубрику. Но вы знаете, когда я сливал кубки, у меня такое ощущение, что я это делаю зря. Если этот видос соберет 10 тысяч лайков, я увижу активность. Если вам видос понравится, тогда я окей пойму, что не зря. И мне будет не впадлу опять слить кубки. То есть просто я на стриме сегодня опять буду возвращать трофеи. Если этот видос зайдет, если он понравится зрителям, если вам будет интересен такой формат, да я готов сливаться хоть каждый день для вас. То есть мне не жалко, если вы оцениваете видос, да, если он вам нравится. Мне не жалко отснять еще. Если вам не понравится, да, эта рубрика, то я... Этот видос будет последним. Но если уж вдруг вам она понравилась, напишите в комментариях, какую следующую легендарную карту... Вот они все. Какую следующую легендарную карту взять в колоду и совместить ее с зеркалом на 6-й левел зеркалить. Можно даже 2, можно 3, не знаю. Ну, в общем, напишите. Это если, конечно, понравится. Вот такую вот колоду составил. Честно, бред. Ну, посмотрим, что получится. Погнали, пацаны. Так, 11-й уровень нам подбирается. Пожалуйста, не бомбите в комментариях, что из-за таких, как ты, я не могу подняться. Нет, ты не можешь подняться, потому что тебе либо прокачка, либо руки, скилл не позволяет. Вот, поэтому не надо бомбить на меня. Я сливался, я отдавал победы. То есть, это тоже надо понимать. То есть, я же сливался... Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот, я сейчас пофанюсь и вернусь на свои кубки. Так, немножко подлагивает, но я думаю, что это временно. Так, он, смотрите, кинул фаербол и выбросил этот... Шахтера. То есть, ему сборщик мой 12-го уровня контрить нечем. Я немножко пропускаю, но ничего страшного. Это совсем немножко. Мне сейчас, знаете, что надо? Мне сейчас надо наставить сборщиков побольше, продержаться до двойного эликсира. Ну, а дальше, я думаю, что у меня попрет. Так, готовим зап, там колдун. Вот, знаете, вот палач без торнадо, ну, плохо себя ведет. Реально, вот он не такой эффективный. Но торнадо, я думал, ну, куда же взять торнадо? Куда его можно присунуть? Ну, реально, в эту колоду никуда его не запихнуть. Поэтому торнадо я сюда не брал. Так, так, и вот так. Бэмс, отлично. Так, мне бы, чтобы он потратил фаербол, было бы идеально. Так, готовим зап. Там инферно. Да, я, в принципе, не буду запать. Зачем? Мы ставим сборщик эликсира. Он сейчас такой сливает фаер. И мы ставим через зеркало еще один сборщик эликсира. Ну, наверное. Посмотрим, я не знаю. О, смотрите, сколько стражей нанесли урона. Замечательно. Так, я думаю, что он понимает, что у меня зеркало. А, нет, не понимает он ничего. Вот, поэтому он не из-за меня не поднимается, а из-за того, что вот так он играет. Вот, поэтому... Значит, что? У нас уже два сборщика. Но нам надо прокрутиться до зеркала. Правильно? Правильно. Можно, конечно, бы еще до одного сборщика было крутануть. Но не вижу смысла. Итак, выбрасываем, смотрите, принца. Так, что дальше? Дальше нам нужно выбросить палача. Выбрасываем палача. Ему не нравится мой сборщик. И вот сейчас, ребят, по-моему, у меня получится выбросить мегарыцаря. Я его выброшу вот здесь. Вот здесь. И сейчас через зеркало выброшу еще одного мегарыцаря. Вот прямо на инферно. Смотрите, шестой мегарыцарь. Шестой мегарыцарь на карте. Шестой мегарыцарь-скриншот для превью. О, отлично. Итак, палач плюс шестой мегарыцарь идут к главному зданию. Их вообще ничто не остановит. И это, ребята, скорее всего, победа. Еще раз скриншот, чтобы было просто красиво для превьюшки. Нет, это не... Такой скриншот не подойдет. О, вот здесь, вот так. Блин, вот в прыжки бы его сфоткать. Хочется красивый момент заснять, где именно шестой громовержец... Ой, громовержец. Мегарыцарь. Блин, не получилось. Я сколько кадров сделал. Вот, трешку таки не забрал. Ну ладно. Так. Слушайте, я победил. Замечательно. Неужели я возьму 4000 кубков? О, да. Я дойду до Искателя 1. О, да. Слушайте. А может что-то заменить? Может взять Торнадо вместо, к примеру, Принца? Либо вместо... Не, ну тут реально все очень надо, поэтому... Ну, пускай остается так. Слушайте, пока все прикольно. Я думал, что у меня вообще ничего не получится, потому что, ну, колода бредовая, реально. Так. Давайте поставим сборщик эликсира. Через зеркало еще один. Так. Сегодня на стриме буду возвращать кубки, ребята, обратно на 5200. Поэтому, если вам интересно, подписочка, лайк, колокольчик. То есть, ну, вы знаете, да, что нужно делать. Ну, желательно на колокольчик нажать. То есть, лайк, подписка это само собой. Ну, а колокольчик вас реально приведет на мои стримы, на мои новые видосы. Потому что уведомления не всем приходят и не всегда. Да. Так. Палач. Зап. Вот сейчас бы Торнадо, блин, вообще было бы идеально. Стражи. Ай, не успел Стражи. Ну, ладно. Мы Пеку все равно задефаем. И поставим еще один сборщик эликсира. Слушайте, Пека вообще контрит Мегарыцаря. Но так как у меня Мегарыцарь 6 уровня, я думаю, и Пека 6 уровня. Блин, назову ролик Мегарыцарь 6 уровня против Пеки 6 уровня. А может, я как раз так и попаду, чтобы выбросить Мегарыцаря через зеркало на Пеку. И если сделаю крутой скриншот, то будет классно. Так. Ну что. В принципе, парни, можно, смотрите, по приколу зайти с этим, с принцем. Там у него летучая мышь и ледяной колдун, да, что-то может еще, не знаю. Зап. Окей. Так. Ну, это он зря. Это он зря. Так, тут у нас Стражи. Тут у нас... Если он сейчас принца не задефает, я снесу ему вышку. Ну, блин, ну почему так легко? Это правда очень изи. Так. И ставим еще один сборщик эликсиром. Я даже ему дам фору. Вот самое главное сейчас сборщики не отдать. Вот это самое главное. Вышку-то хрен с ним, пускай забирает. А сборщики не трошь, пожалуйста. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть задел. Так. Ну что, в принципе, можно начинать. Поехали. Так. Можно еще один сборщик поставить по приколу. Ставим еще один сборщик. Так. И... Блин, его пеку мы уничтожили. Так не прикольно. Так не прикольно. Слушайте, давайте сейчас двух мега-рыцарей я выброшу на главное здание. У него там летучая мышь, но... Я надеюсь, я задефаюсь. Я надеюсь, я задефаюсь. Так. Хорошо. Отлично. Тут мы зап используем. Итак, два мега-рыцаря. Два мега-рыцаря. Один шестого, второй, третьего уровня. Итак, что же, будет ли трешка? Будет ли трешка? Сейчас посмотрим. О-о-о-о-о-о, сейчас противостояние. Шестой мини-пека. Ой, шестой пека против шестого... Шестого мега-рыцаря. Я не знаю, посмотрим на превью, как у меня там получилось. Трешку, конечно, я не забрал. Но для меня победа уже какое-то достижение. Честно, я не рассчитывал на победы. Я рассчитывал пофаниться чисто. А мы продолжаем поединок. Лол, я же забыл, что на счет 1-1. Сейчас кривой был мега-рыцарь. Так, а он, походу... А, так трешка, пацаны. Изи, изи. Отлично. Плюс 30 кубков, я опнула Искателя 1. Вау. Ладно. Мне кажется, после 4000 кубков, вот здесь уже начинается реально жаришка. Жаришка. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Ну, я имею в виду противники. Потому что многие жалуются, что на 4000 сидят вот такие вот дебилы, как я. Ну, только они вполне серьезно здесь сидят, не фанятся. То есть, они с 7-ми эпиками сидят там. Ну, 8-ми, может, и нет. Но 11-ми, 10-ми рарками, 7-ми эпиками сидят на 4000 кубков. Да. Бывают и такие. Я ж пустился пофаниться. Поэтому, пожалуйста. Пожалуйста. Так, давайте здесь 9-го этого принца. Отлично. Зап. Так, неплохо. Стражей давайте выпустим. И сейчас еще один сборщик. А тут, конечно, у нас не пошла карта. Нету этого зеркала сразу. Можно, в принципе, прокрутить колоду, да? Но нету смысла. Ладно. Просто, ну, я так больше потеряю эликсира. Там через две карты аж сборщик. Точнее, не сборщик, а зеркало. Вот. Поэтому мне не сильно выгодно. Так, ну что. Можно, в принципе, сейчас зайти слева. Или же, не знаю, что делать. Ну ладно, давайте слева-слева пойдем. Быстренько выбрасываем палача. И сейчас двух принцев. Или двух мега-рыцарей. Я предлагаю принца сюда. И принца сюда. И посмотрим, что получится. Тоже прикольно. Так, он выбрасывает пеку. А чем же он будет дефать 9-го принца? Чем же он будет его дефать? А ему нечем его дефать. Слушайте, а по фану играть с зеркалом? Я думал, будет намного сложнее. Ну, я еще сидел, чтобы понимали. Парился. Какую же деку составить? С чем же играть? Блин, ну как же сделать так, чтобы хоть более-менее адекватная колода была? Да блин, вот тут накидал что-то так. Тяп-ляп. Знаете, самое прокаченное взял. И все. И тащит. Изи. Ладно. Идем на трешку, пацаны. Сейчас снова выбросим два мега-рыцаря. Один шестого уровня. Слушайте, а давайте, знаете, как сделаем? Смотрите, выбрасываем вот здесь мега-рыцаря. А в соло одного мега-рыцаря отправим на правую башню. Как вы думаете? Я думаю, что нормальная идея. Давайте, вот здесь. Отлично. Здесь стражи. Так. Готовим зап. И так, мега-рыцарь шестого уровня. Давай-давай-давай. Сейчас на вышку. Сейчас на вышку сиганет. Смотрите. И прыгает он на вышку. Отлично. Блин, смотрите, что он творит. Замечательно. Так, здесь давайте еще принца. Да, это жесть. Это не задефать шестые леги. Пятые. Не, стоп. Восьмые эпики. Это реально трудно задефать. То есть, за счет прокачки. Я здесь победитель. Надеюсь, что вы не будете бомбить. Да, что я с такой прокачкой спустился ниже. Я вообще хотел на первую арену спуститься. Но что-то мне стало лень. Но если я увижу на этом ролике. Активность. Вам понравится. Вам по фану. Ребят, да я готов хоть на первую арену каждый день спускаться ради вас. Серьезно. Мне кубки потом поднять не проблема на стриме с вами. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь. Пишите в комментариях. Если ролик соберет 10 тысяч лайков. Ну, там, ну, просмотр, актив будет. Значит, я пойму, что вам нравится. Если не соберет. Я пойму, что вам этот ролик. Точнее, эта рубрика неинтересна. Мне, если честно, понравилось. Все, ребятки. Буду на этом завершать. Пишите в комментариях, если хотите продолжение. С какой следующей легой. Не прощаюсь. Говорю вам до новых встреч. Всем пока.